Всем привет, это EdimTV. С вами снова Роман Табаков, бренд-амбассадор проекта El Spirits. За кадром мне помогает Евграф. И сегодня мы приготовим для вас коктейль, который называется Аляска. Холодный, надеюсь. А вы еще не готовили на этом канале Аляску? Нет. Слава богу, хоть какой-то коктейль EdimTV не готовили. Я, как и многие российские бартендеры, узнал об этом коктейле из книги отеля Savoy от 1930 года за авторством Гэри Кредека, когда он наконец-то вышел в нашей стране в переводе. Вот, коктейль довольно-таки простой с одной стороны. Он представляет собой сочетание джина и ликера Chartres. 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 У Васи хорошо получается. У Васи, да, у Васи, мне кажется, французский вообще. Да, даже по-русски с французским акцентом говорит. Вот, соответственно, вроде бы простое сочетание, но, тем не менее, коктейль не такой простой, как может показаться, хотя бы потому, что есть несколько его версий. Есть более ранняя версия, которая вышла до 1930 года, и там предлагают сочетать две части джина с одной частью Chartres и, соответственно, добавить еще Orange Bitter. Версия Кредека мне лично ближе три части джина к одной части Chartres. Евграф, готовься, будет крепкий мартини, как ты любишь. Да, моя любимая. Единственное, что не совсем понятно, почему его назвали Аляска, там какая в этом связь, но, тем не менее, мы сегодня за основу возьмем джин London Number One, целых 60 миллилитров, у меня джиггер на 60. Голубенький. Да, это довольно-таки интересный джин, бренд принадлежит компании Gonzales Bies, производят его в Великобритании на одной из старейших дистиллерий. Занимается им лично Чарльз Максвелл, это мастер-дистиллер, наверное, уже в 11-м поколении, который производит джин. Здесь еще много интересных ботаникалов, таких как, например, миндаль, помимо можжевельника, ягод можжевельника, они используют еще побеги можжевельника. Кроме всего прочего, здесь добавляется эссенция бергамота и водоросли спирулины, которые дают вот этот вот красивый голубой оттенок этому джину. Как-то, мне кажется, это будет концептуально. Ну да, сейчас, правда, все испортится желтым Chartres. Chartres. Сочетание голубого и желтого нам даст такой цвет, цвет, как мне кажется, морской волны. Ну да. Ну, чтобы совсем была Аляска-Аляска, омываемая северными морями. Оп, видите, что происходит. А сколько Chartres? 20 миллилитров. 60 миллилитров джина, 20 миллилитров Chartres. Это как раз пропорции Гэри Кредека. Пара капель Orange Bitter. Кстати, не помню, был он у Кредека или нет, но в более раннем рецепте 1914 года он был. Вот. Ну и, в принципе, стир. А, я думал, ну и, в принципе, готов. Такой постировал, такой чук-чук. Да. Кажется, так можно было. А вообще, бывает стир без льда? Ну, типа, просто перемешать? Ну, а смысл? Никакого. Смотри, ты, когда готовишь, ты либо готовишь сразу в бокале подачи, как мы олд-фэшн, например, готовим, да? Ну, некоторые все-таки олд-фэшн у Негрони тоже стируют. Я не из этих. Я, как правило, готовлю сразу в бокале подачи. Стир – это когда ты хочешь коктейль охладить, немножко разбавить, но подавать ты его планируешь без льда. Поэтому, собственно, вот эти бокалы, они, как правило, разработаны для того, чтобы подавать коктейль без льда. В чем? Потому что не для всех коктейлей подачи на лед годится. У некоторых просто структура нарушается. Именно потому что он начинает обводняться в какой-то момент, и он просто начинает вкус разваливаться. Поэтому и был придуман стир, когда ты вроде бы как смешал, охладил, подал в холодный бокал, но выпить его надо довольно-таки быстро, пока он не нагрелся. Так, коктейль относит к категории мартини, но не ожидайте от него сухого мартини. В этом коктейле достаточно много сахара, потому что здесь участвует ликер. Я поддерживаю. И, несмотря на то, что в этих рюмках обычно подают без льда, так как у нас коктейль называется Аляска, мне кажется, должен быть айсберг, поэтому мы его будем подавать на айсберг. Ого! Вот это неплохо, неплохо сейчас. Это придумал не я, это придумал мой товарищ Кирилл Румков. Кирилл молодец. На одном из конкурсов. Да. Кириллу привет, если он нас смотрит. Лучше скажи, как тебе цвет? Цвет прекрасный. Похож на морскую волну? Нет, похож на зеленую очень сильно. Ну блин, ну море, мне кажется, оно и зеленое тоже. Мне кажется, море прозрачное, потому что там вода прозрачная. Забрызнем цедрой, просто потому что так приятнее пить. Добавим ее туда. В общем-то, наш супер прекрасный сексуальный коктейль Аляска из книги отеля Совой готов. Евграф, прошу ответить. Я тут. Азмьезнь. Вот скажи мне, Аляска наш? Я предпочитаю не обсуждать сложные территориальные вопросы. Еще раз про Кирилла Рынкова, который, собственно, при мне первый подал этот коктейль на глыбу. Мне очень понравилось. Он выступал на финале конкурса Diageo Reserve Old Class. Это, наверное, самый престижный барменский конкурс до сих пор. Я тоже в нем когда-то участвовал. Он как раз смешал Аляску. И говорит, что Гарри Кредак писал о том, что этот коктейль к Аляске не имеет никакого отношения. Факт. И тут закидывает кусок глыбы, говорит, ну он ошибался. И залило, в принципе, да, действительно похоже на айсберг в океане. Вот это классно. Решение со льдом классное. Коктейль. Пить не мешает? Ну, немножко в нос упирается. В носе тычется, да? Ну, да. Мы армяне. Как и в любом другом бокале, собственно. Ну, в смысле, когда пьешь из Рокса, то там то же самое. Или из винного бокала, из Хайбала, неважно. Мне, конечно, мой большой нос. У тебя вообще не имею ничего против твоего большого носа. Короче, коктейль прикольный. Ну, не моя история, но... Потому что Евграф не любит сухие мартини. Да, но... Маэстро. Но, благодаря тому, что там есть шакатряс, шакатряс... Ну, типа сладенький. Но, правда, еще травяной очень. То есть, другой ликер какой-то, менее... То есть, у него, кроме сладостей, есть еще много трав. Так как в Джине есть травы, и здесь есть травы. Это все соединилось. Ничего, но крепковато, конечно, для меня. И можно было бы это помягче. Но, в целом, это лучше, чем пинг-джин твой любимый. Это факт. В любом случае, между ним и пинг-джином я его выбрал и во. Я тоже. Да. Но этим можно сказать, что... Грин-джин. Можно назвать его грин-джин. В стародавние времена, когда формировалась коктейльная культура, это на стыке 19-го и 20-го века... Когда ты был очень молодой. Когда стали появляться первые справочники, нормальный инструментарий, там, я не знаю, рецепты стали передаваться, там, да, собственно, от бармена к бармену. Я могу сказать, что коктейли в основном состояли из алкоголя. Это был либо алкоголь, сахар, вода, биттер, либо алкоголь, плюс алкоголь, плюс алкоголь. Никому в голову не приходило добавить в алкоголь лимон, а если добавляли, то дэшили. Вот просто буквально чуть-чуть ливануть. А я знаю почему. Потому что алкоголь, это была ценность большая, спирт вообще, спиртной я. Он был крепче. Он был крепче, ну, шучь крепче. Ну, в смысле, они разные, наверное, были. Алкоголь, как правило, был крепче. Мне кажется, просто еще в старые времена, когда вот это вся пруф, там, вся вот эта история про то, что проверяли, им же платили спиртом, то есть это было вообще... В принципе, спирт было не так просто сделать, короче. Не умели так хорошо делать, как сейчас. Сейчас каждый, любой, там, в мытищах может, в подворотне делать свой, там, гнать самогон какой-нибудь. Ну, и ценность этого, естественно, понизилась. Дальше уже, ну, большое очень предложение. Очень много спирта. Уже можно и со вкусом поиграть, там, что-нибудь разбавить. А раньше это все равно, что, типа, золото берешь и разбавляешь его медью. Ну, как бы, такое было отношение, мне кажется. Но классические коктейли были вот такие вот. Алкоголь, плюс алкоголь, плюс алкоголь. И еще отрез добавляет и сахар, и сглаживает немножко джин, разбавляет, смягчает, добавляет рак, хотя куда разбавляет? Он 40, а джин 47. Но сюда нужен обязательно какой-нибудь голубой джин. Ты знаешь, вообще нет. Этот джин сделал Чарльз Максвелл, потому что, когда он искал идеи, какое-то вдохновение вот именно для этого джина, его просили сделать вот что-нибудь прям супер лондонское. Он залез в книги и нашел, что один из его предков, когда дистиллировал джин, там произошла апалисценция, да, это на самом деле не очень хороший процесс, когда спирты мутнеют после дистилляции, потому что там много эфирных масел. И они не просто помутнели, а стали голубыми. Приобрели вот такой вот цвет. То есть он этот рецепт записал, но понятно, что в продажу это все не пошло. И, собственно, он решил, что почему бы нам не сделать джин вот такого цвета, потому что, ну, просто это прикольно. Так что джинтоник получается такой веселый, мартини получается такого тоже интересного цвета. Вот, приятно голубого. Вот здесь мы попытались синтезировать цвет морской волны. Не очень получилось, но глыба льда хорошо. Глыба льда хорошо. Спасибо Кириллу за это. Спасибо, Рома, за такой замечательный коктейль. Если вы хотите попробовать, то все, что вам нужно, это шартрез желтый, который, конечно, у всех есть. Мне кажется, если есть люди, у которых есть шартрез, у наших зрителей, то он зеленый по-любому. Есть всякие барные группы, типа там в Фейсбуке Бартендер Бразерс группы. Где купить шартрез постоянно? Где купить шартрез? Такая штука, просто великая ценность. Я это покупал в Казахстане, кстати. Ну да. В Казахстане интересный коктейль. Можете повторить дома, если у вас есть составляющие все. А вот так вот чисто на вскидку, чем можно заменить шартрез в этом коктейле? То есть джин понятно? Чем? Я один раз был на гестбартендинге одного... Что-нибудь травяное? Неужели нельзя туда попробовать добавить? Я один раз был на гестбартендинге одного глобального бренда-амбассадора, одного очень известного бренда. Мы, в принципе, с ним в хороших отношениях, никогда не ругались. Но я просто офигел от того, что когда он мне готовил коктейль Ластфорд, он просто взял и заменил... Он просто взял и заменил шартрез на абсент. И это было невозможно пить просто. Это разные вещи совсем просто. По цвету только похоже. Так что так, кто-то иногда пытается шартрез заменить абсентом, но мне кажется, это вообще супер неправильно. Не-не, не абсентом, конечно. Ну, условно говоря, егерь какой-нибудь. Ну, то есть что-то с травами. Есть же много всяких разных крепких ликеров с травами. Много, и все они по вкусу очень разные. Да, ну, я имею в виду, что можно что-нибудь попробовать подобрать. Понятно, что это не будет то же самое. Вот часто пишут, чем заменить то-то. Понятно, что если вы замените, то будет другой вкус. Но, ну, как бы... Возьми вместо шартреза вермут и пей нормальный сухой мартини. Ну, это... Классная придумка. Совсем другая тема. Это будет совсем другой коктейль, который мы приготовили, может быть, в другой раз. Спасибо Роману за такой коктейль. Пишите письма в комментариях. Ставьте дизлайки, лайки, подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчики. Все вот это делаете. Если вам нужен какой-нибудь алкоголь, то вы можете купить его по ссылке в описании на сайте Эльвайн. Скидка 35% по промокоду ЕДИМТВ. Скидка не распространяется на скидочные позиции уже и на товары по спецценам. Чтобы понять, что товар по спеццене, там написано спеццена рядом с товаром. Текстовый рецепт по ссылке в описании, как всегда. Переходите на Инстаграм Романа, тоже ссылка в описании. Ну, также там Телеграм наш, Инстаграм. Короче, все соцсети, которые вы можете придумать, они все есть. Кроме ТикТока. ТикТок я еще не готов. Я слишком заранее этого дерьма. Именно так. Именно так. Ну, пишите в комментариях, конечно, что нам еще приготовить. Ну, с Романом. А Вася будет через неделю. И был на прошлой неделе, если что. Каждый четверг в эфире. Все мы. До новых встреч. Пока. Я потратил годы жизни, чтобы мне понравился сухой мартини. Ты шел к этому? Мы же плакали, кололись. Мы продолжали пить мартини. Колодцы не надо, мы проще наркотиков. Простите. Не в то горло попало, на самом деле. Выйди и зайди, как положено. Да, как папа.